Привет, на связи Макс Эмский, проект logicprohelp.ru И с этого видео начинаем серию по стандартным штатным инструментам и плагинам Logic Pro 10 И начнем с одного из, наверное, самых интересных инструментов, который называется Drummer И Drum Kit Designer Таким вот образом он добавляется в окно аранжировки По умолчанию создаются два региона Их можно сколько угодно там добавить И отдельно каждый из них настраивать, обрабатывать Соответственно, здесь мы выбираем нашего виртуального музыканта Здесь можно настраивать, выбирать тип бочек, томов, рабочих и так далее Отдельно их настраивать, как-то подстраивать под партию Сейчас подробно на этом останавливаться не будем У каждого своя задача Просто посмотрим, на наш взгляд, самые интересные функции, которые есть у этого инструмента Чтобы уже в дальнейшем ты мог его гибко адаптировать под свои нужды Ну вот здесь тоже есть какие-то пресеты Какие-то настройки Да, все, в общем, интуитивно, очень понятно Что как делать, что как выбирать Особо нет нужды на этом останавливаться И это все рассказывать Есть дополнительные детали, которые также можно настроить В общем, они все достаточно интуитивно понятны Для чего нужны Но если будут вопросы, то, конечно, разберем уже отдельно в группе Или, может быть, в основном курсе Все прям кнопочки, что для чего нужно Также можно сохранять здесь свои пресеты Со своими какими-то названиями в дальнейшем Здесь вот замочки нужны для того, чтобы эти настройки, когда мы сохранили, не менялись Если мы будем выбирать каких-то других виртуальных этих музыкантов И после того, как партии вот каким-то таким вот первоначальным образом настроены Выбраны какие-то инструменты Свои, да, там, бочки и так далее Что можно делать дальше? Вот этот вот регион, он выглядит как волноформа Но на самом деле он волноформой не является И если мы создадим трек с программным инструментом И сюда перетащим Допустим, копию этого региона То, как видишь, это обычный наш стандартный MIDI-регион И поскольку это у нас MIDI То, соответственно В слот инструмента можно поставить абсолютно любой сэмплер Например, можно поставить уже известный ультрабит С каким-то набором своих собственных звуков Или штатных Там, допустим Что-то выберем для примера При этом он точно так же будет настраиваться Вот как и Drumkit Designer Вот я недавно скачал демо-версию Battery 4 от Native Можно попробовать ее сюда подключить Демо-версия работает полчаса, по-моему Можно проверить Вот как видишь, все работает Любой, абсолютно любой сюда сэмплерный инструмент можно поставить И даже, в общем-то, наверное, не обязательно Со звуками ударников Можно что-нибудь поэкспериментировать Поставить вообще что-то космическое сделать Следующая очень интересная фишка Драмера Это то, что у нее есть такая функция Follow Для чего она нужна? Эта функция позволяет Чтобы партия ударников Как бы подыгрывала партии Которую ты выберешь на окне аранжировки Например, для баса Давай посмотрим, как это работает Выберем какой-нибудь стандартный Бас Любой Вот, допустим, давай этот Попробуем И если мы сейчас послушаем Эту партию То рисунок Ритмический Будет, в общем-то, такой стандартный Достаточно И если мы поставим Вот здесь вот Чекбокс Активируем Follow И выберем Здесь вот В данном случае у нас одна только партия Аналогса Бас Как видишь, рисунок поменялся И теперь, если мы проверим результат То Как бы ударник Он будет подыгрывать Для партии баса Очень получается интересный Ритмический рисунок Слышно, да, что Вот из стандартного такого звучания Уже достаточно интересный Такой классный получился рисунок Который еще можно потом Немножко поменять Сконвертировав в MIDI, да И будет вообще супер Теперь давай посмотрим Каким образом можно использовать Все возможности Драмера Драмки дизайнера И увидеть его Все настройки И все возможные Инструменты Для барабанной установки Для этого давай Допустим Создадим новый Программный инструмент И здесь Во вкладке Драмкит Есть вкладка Продюсер китс И можно выбрать Отсюда абсолютно любую Ударную установку А затем Вот здесь уже, как видишь Появился значок Что это теперь Стэк И если мы сюда Перенесем Просто вот наш Регион Да, он сконвертируется Сразу же в MIDI И здесь Если мы откроем Стэк То здесь уже видно Полностью весь набор Инструментов При этом Как ты помнишь В девятой версии Если ты работал В девятой версии Можно было Также Разделить MIDI регион Например Который содержит Инструмент Ультрабит На разные Треки С помощью Вот Функции Конверт Функции Миди Separate by No pitch Да, для того, чтобы Отдельно обрабатывать Каждое MIDI событие Каждый инструмент Ударной установки Здесь В десятой версии Этого делать не нужно И Все Инструменты Будут Автоматически Назначены Каждый На свой канал Можно будет Отдельно солировать Как-то обрабатывать И так далее И Теперь Если мы Откроем Открывается наш DrumKit Designer И Если мы посмотрим Нажмем на бочку То, как видишь Здесь появились Все варианты Возможных бочек Которые есть Также Рабочих Тарелок И так далее Плюс еще Как видишь Появились Дополнительные Настройки Здесь Вот И вот Таким Вот Образом Можно Поменять Все инструменты Для Нашей Барабанной Установки В принципе Если это Необходимо То Можно Конечно И Разделить Также Миди По Separate by No pitch И Здесь Уже Распределить По Каналам Каждую Из партий Но На мой Взгляд В данном Случае Это уже Не совсем Удобно Гораздо Удобнее Все Редактировать В одном Окне В одном Piano Roll Для того Чтобы Слышно Каждый Звук Отдельно Чтобы Не Плодить Вот эти Регионы И Точно Так же Их По отдельности Можно Каждый Обрабатывать В дальнейшем Что ж Я думаю На этом Можно Сегодняшний Обзор Закончить Заходи К нам В группу Вконтакте Оставляй Свои Пожелания У нас Соответствующих Ветках Присоединяйся К Твиттер Будь с нами До следующей встречи Пока